МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ці команди відстоюють свої власні погляди як в житті, так і на ігровому майданчику. Для когось, в принципі, відступають на задній план, коли справа стосується золота? А хтось цінує дружбу понад усе. Допомога конкурентів та зради товаришів. Злети та падіння. Усе це шоу «Я – герой». Кожного тижня дві команди проходять вісім випробувань на двох майданчиках, три на пляжному етапі і п'ять випробувань у парку атракціонів. Починаючи з другого випробування, незалежно від того, виграла команда чи програла, один гравець має покинути шоу. Рішення приймають самі учасники. Після восьмого випробування визначається переможець тижня. Він потрапляє у команду фіналістів, які наприкінці шоу змагатимуться за головний приз – один кілограм золота. Сьогодні протистояння команд «Кияни» та «Севастопольці». Столичні штучки. Команда «Київляне». Віре – герой! Я – герой! Побіда нашим золом! Руслан Сердюк увлекається путешествиями, искусством і светською жизнью. Більше всього боїться неконтролюємих емоцій. Олег Винник. Любить готовити, в особенності азіатську кухню. Не любить лицемерія і тщеславія. Александр Северин. Страстний меломан. Служає все, крімі попси. Любить ночну життя і боїться клоунов. Я не люблю холодну воду. Марина Большухина. Боїться тараканів і жаб, любить оперу і смотріет за мужською ігрою в баскетбол. Боюсь щось сломати. Все-таки ж дівчина. Светлана Можна. Пристраєє бездомних животних, собирає одежду і грушки для детських домов. Люблю такі екстремальні прохождения, як, типо, берєвочна тропа, участье в різних сорівнованнях для любителей. Александр Пранов. На дух не переносит резкие запахи. Любить рывалку, колекціонирує пивні банки. Екстремальним спортом я не займався, ну, горний туризм. Прыжок парашютом. Ну, прыгав три разу. Владимир Кирилюк. Любить детей і наслаждається жизнью. Больше всего його страшит конец света. Чотири годи участвував в районних сорівнованях по вліфтингу, да, с упражненнями життя лежа. Сегодня я представляю команду «Севастопольцы». Три, четыре. Мы за город наш герой. Настоим любой ценой. Я герой. Андрей Лядов. Мастер спорта по армрестлингу. Настоящий морской волк. Живёт на корабле. Гибкость, слабая сторона. Остальное – всё в порядке. Андрей Туза. Владеет азбукой Морзе. Уже 11 лет в армии. Сейчас служит в штабе на суше. Азбукой Морзе я занимался непосредственно участь в институте. Там был радистом. Максим Бугай. Капитан команды. Компьютерщик-цюдоист. На шоу хочет наверстать упущенную в детстве игру «Зорница». Я неплохо катаюсь на коньках. И с учётом специфики наших аттракционов, я думаю, мне это поможет. Виктор Глушич. Ювелир. Из драгоценных металлов делает абсолютно всё. Его любимый металл – конечно же золото. Килограмм золота я переплавлю в изделие и продам его нашему населению по доступным ценам. И тоже куплю себе какую-нибудь квартирку. Владислав Бакарь. Предприниматель. Обожает своих детей. Моя слабая сторона – это змеи. Я надеюсь, не увидеть их на аттракционах, соответственно, не упасть, не подвести свою команду. Яна Цыганкова. Редкая птица долетит до середины Днепра. А вот Яна утверждает, что сможет переплыть его полностью. Я выносливый очень человек. Солнце не боюсь, в обморок не упаду. Татьяна Сутубалова. Много лет работала автослесарем. Свой автомобиль может починить с закрытыми глазами. Я достаточно сильная. Я хорошо плаваю, прыгаю, бегаю. Считаю, что могла бы помочь своей команде выиграть главный приз. По новому новому каналу тривая борьба за один килограмм золота. Сегодня у нас символичная игра, адже у шоу «Я герой» появляются две команды, которые представляют места-герои, которые представляют места государственного значения. Севастопольцы принимают киян. Сегодня у программы. Стенка на стенку. Ставки срастают, а разом не с напружением у команды. Гоментарная вещь. У нас центр тяжелки пониже и все. Колишние подружки. Золото изменяет киян. Я там, например, сорвала, а он там, Марина не сорвала. Про кляття капитанів. Чому бути капитаном команды киян невигідно? Битва особливых начинается с морского старта. Три, два, один, вперед! Сегодня кияни смагаются против севастопольцев. Кияни у червоного, севастопольцы у синего. Завдание поляга на следующем. Сейчас трех участников должны попасть до надувного плота. И мы видим, что севастопольцам это дается немного лучше. Начали с Максом Бугаем, команда працюет оперативнейше. Кияни трешки отстают. Потрапивши до этих надувных плотов, они должны объединять плоти от буя и стрим голов лететь до великого желтого кола на воде. И мы видим, что у киян уже какие-то первые проблемы, потому что лед-ледь они собрались в надувном плоте, а севастопольцы уже надпленно стартуют вперед. Вы видите, что один из гравцов залишает по себе кульки на такой ниточке. По этих кульках потом будут до них добираться ті гравцы, которые остались на основной синей платформе. Вы не задаетесь вопросом, почему они сейчас плывут на месте? Все очень просто, друзья. Они не отстегнулись от буйка. Отстегнитесь! О, есть. Готово. А севастопольцы тем временем уже подплыли. И вот сейчас с синей платформы до них будут стрибать в воду их коллеги. Так, там Танечка и Витя Глушич стрибнули уже. Витя никак не может забраться нормально на матрас. Такое впечатление, что не в Севастополе люди наживы, а где в Житомирской области и моря никогда не видела. Ну ничего, сейчас, я думаю, они все подолают. А команда Киян тем временем загрузила на первом этапе. А тем временем первая пара севастопольцев уже добирается до надувного плоту. И как только они опинятся в нем, следующая пара будет стрибать и плыстит в них. Так, вторая двойка уже стрибнула и долает шлях до своих коллег. Назвичайно цікавые, на самом деле, склады команд. У нас тут в каждой команды есть и матросы, и офицеры, и ювелиры. И банковские работники, и котики у нас нет. Что правда, офисного планктону у Киян больше, поэтому они не так вправо гнають пересуваться на матрасах, как их соперники.